Пожалуй, многие из вас согласятся с тем, что клонирование – это что-то из будущего или из фантастических фильмов, но никак не из реальной жизни. Несмотря на быстрый рост технологий, клонирование до сих пор остается практически не подвластной сферой для ученых. Тем не менее, хотя массового распространения клонирования пока что нет, ученым все же удалось провести ряд удачных экспериментов, которые могут стать хорошим началом для дальнейшего развития этой необычной сферы. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о первом клоне человека, а также о нескольких животных, которых удалось клонировать ученым. Погнали! Несмотря на то, что эта история довольно старая, мы все же решили начать рассказ о клонировании именно с нее, поскольку в свое время она стала настоящей сенсацией. В 2002 году появилось сообщение о рождении первого клонированного ребенка – девочке по имени Ева. Новость объявила научный директор частной компании ClonAid, которая является последователем райлизма, движение, члены которого считают, что жизнь на Земле была создана представителями высокоразвитой внеземной цивилизации. Родители Евы – американцы, а матери Евы на момент ее рождения было 30 лет. Ева родилась через кесарево сечение. Вес новорожденной составил 3 килограмма. Ева представляет собой клон своей матери, для создания которого была использована ДНК кожной материнской клетки. По словам директора Бриджит Буаселье, Ева чувствовала себя превосходно. Затрагивая тематику методики клонирования, Бриджит сказала, «Наша методика весьма сходна с методом, примененным при клонировании овцы Долли. Только в нашем случае мы работали с клетками человека». Частная биотехническая компания ClonAid была учреждена в 1997 году основателем движения райэлитов Клодом Варилоном. Как уже отмечалось, последователи этого движения убеждены в том, что жизнь на Земле была создана представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, то есть инопланетянами. Одной из важнейших задач человечества, по мнению сторонников движения, является развитие науки и техники. Раэлиты выступают за снятие каких-либо запретов на клонирование и использование генетических манипуляций, чем обусловлено учреждение вышеупомянутой компании. Бриджит Буаселье также заявила, что в ближайшем будущем ожидается появление на свет еще четырех клонированных младенцев, для чего уже были отобраны 10 супружеских пар. По словам Буаселье, 50% имплантаций клонов отторгаются в течение первых трех недель, а остальные 50% развиваются абсолютно нормально. Научный директор также отметила, что в 2003 году должно было родиться еще три клонированных младенца. Тем не менее, в сети отсутствует информация о том, произошло ли это на самом деле, поскольку кураторы проекта не разглашали никаких подробностей. Более того, все остальные работы по клонированию человека, которые проводили Раэлиты, также были полностью засекречены, так что проверить слова директора Буаселье не представляется возможным, а какого-либо документального подтверждения данному факту не имеется. Что касается ученых, то многие из них скептически относятся к заявлениям Раэлитов. Теоретически клонирование человека возможно, однако на практике на данный момент это почти невозможно и крайне рискованно, что подтверждается научными результатами клонирования многих животных. Ученые признают технически возможным клонирование человека, хотя до сих пор были клонированы лишь человеческие зародыши в качестве доноров стволовых клеток, и эти эмбрионы вырастали лишь до размеров нескольких клеток. Скептицизм исследователей обусловлены тем, что Раэлиты не предоставляют никаких документальных доказательств, помимо своих громких заявлений. Нет ни доказательств существования лабораторий, для клонирования ни доказательства существования самих клонов. Еще в 2002 году Боас Илья обещала предоставить доказательства проведения эксперимента по клонированию Евы, однако она не сдержала свои обещания даже спустя целых 17 лет. Судебные разбирательства с целью выяснения местонахождения Евы также ни к чему не привели. Компания CloneAid продолжала разбрасываться громкими заявлениями о появлении новых детей клонов и о том, что сотни бесплодных пар по всему миру хотят воспользоваться их услугами. Но никаких научных данных, подтверждающих успех эксперимента, компания так и не предоставила. По всей видимости, клонирование человека до сих пор не подвластно ученым, и нам или нашим потомкам лишь предстоит увидеть воочию первых настоящих клонов человека. Итак, вы послушали историю о якобы первом клоне человека. И хотя этот уникальный случай не имеет документального подтверждения, он представляется очень интересным и заставляет задуматься о том, как именно будет происходить процесс клонирования в будущем и в каких масштабах это будет осуществляться. Ну а пока вы над этим думаете, предлагаем вам взглянуть на настоящие, научно подтвержденные случаи клонирования. Речь пойдет о животных, которых ученым удалось клонировать. Овечка Долли Овечка Долли считается первым клонированным млекопитающим животным в истории. Она была создана путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли являлась генетической копией овцы-донора клетки. Долли родилась 5 июля 1996 года в Рослинском институте в Шотландии. Ее создатель, профессор генетики Йен Уилмотт, заявил об этом только через 3 месяца, когда убедился в жизнеспособности Долли. Сразу после оглашения этой новости, Долли назвали самой известной овечкой в мире. Стоит сказать, что Долли жила, как вполне обычная овца. За всю свою жизнь она родила целых 6 ягнят. А однажды она родила даже целую тройню. К сожалению, Долли не смогла прожить долгую жизнь, даже в лишь до 6,5 лет. Причиной такой короткой жизни стала инфекция легких вкупе с артритом. Поэтому ученые приняли решение усыпить овечку в 2003-м. А ее чучело выставлено в Эдинбургском королевском музее. В 2006 году об этой овечке даже был снят документальный фильм. Лягушка Если Долли – это первая в мире клонированная млекопитающая, то первым в мире позвоночным животным, которое удалось успешно клонировать, стала обычная южноафриканская шпорцевая лягушка. Клонировал лягушку профессор зоологии Оксфордского университета Джон Гордон в 1962-м. Для клонирования использовались клетки кишечника головастика. Ученому удалось добиться развития яйцеклеток лягушки с чужим ядром до достаточно поздних стадий. И хотя научное сообщество усомнилось в значимости открытия профессора Гордона, так как в кишечнике вполне могли содержаться половые клетки, именно эксперименты Гордона считаются первыми успешными опытами по клонированию животных. Стоит сказать, что именно после данного эксперимента в обиходе надежно закрепилось слово «клон» применительно к живому существу. Собака Снупи С момента появления на свет доли было клонировано множество других животных – кошек, коров, лошадей, мышей и других. Однако клонировать собаку долгое время не удавалось. Тем не менее, в 2005-м это все-таки произошло. Снупи стала первой в мире клонированной собакой породы афганская бурза. Как уже отмечалось, она была создана в 2005-м году с помощью клетки из уха трехлетней афганской борзой собаки. Клонирование Снупи проводилось под руководством южнокорейского ученого Хван Усока из Национального университета Сеула. В эксперименте по выведению клонированной собаки участвовало 123 самки, в 1095 яйцеклеток которых были внедрены ядра клетки из уха взрослой афганской борзой. В результате искусственного оплодотворения забеременелось удалось только трем собакам. Из трех родившихся щенков двое погибло. Выжившим же стал клон Снупи. Впоследствии Снупи участвовал в размножении клонированных собак, и тогда на свет появилось 10 щенков, чьи родители также были клонами. 9 родившихся щенков при этом выжили. Стоит сказать, что клонирование собаки стало поистине настоящим достижением. Так журнал Time назвал Снупи самым удивительным изобретением 2005 года, отметив экстраординарный метод клонирования, использованный командой Хван Усока. После удачного эксперимента со Снупи, Национальный университет Сеула успешно клонировал более 30 собак и 5 волков. Глядя на эти достижения, ученые установили, что современные технологии позволяют клонировать рабочих и служебных собак, а также собак-поводырей. Впоследствии это было сделано в 2007 году в Университете Сеула. Там были клонированы первые поисковые собаки. Что касается Снупи, то клонированный пес прожил относительно недолгую, но очень важную для науки жизнь. Верблюдеца Инджас Инджас – это самка одногорбового верблюда, которая считается первым в мире клонированным верблюдом. Куратором проекта по клонированию Инджас выступил руководитель исследовательской группы в Центре репродукции верблюдов в Дубае, доктор Нисар Ахмат Вани, который заявил, что Инджас родилась после беременности продолжительностью в 378 дней. Примечательно, что финансированием проекта занимался лично премьер-министр Арабских Эмиратов и Амир Дубая, шейх Мохаммед. После рождения Инджас ее ДНК была протестирована в лаборатории молекулярной биологии и генетике в Дубае, где была подтверждена идентичность копии ДНК оригинальным клеткам яичников, что доказывало, что Инджас является клоном оригинального верблюда. В переводе с арабского языка Инджас означает «достижение». И с этим сложно поспорить, ведь дубайские ученые совершили настоящий технологический прорыв в сфере клонирования. В будущем дубайцы планируют превратить клонирование верблюдов в масштабную отрасль, поскольку клонирование – это один из механизмов, который в теории может сохранить геном одногорбых верблюдов. Эти верблюды очень ценятся в Арабских Эмиратах за счет производства полезного молока с лечебными свойствами. Также они считаются быстроногими животными, а значит клонированные верблюды смогут участвовать в верблюжьих бегах, одном из самых доходных бизнесов Эмиратов. Стоит отметить, что в 2015-м Инджас родила маленького, но здорового верблюжонка. В настоящее время Инджас уже 10 лет, и она хорошо себя чувствует, что не может не радовать. Поэтому я думаю, что на основе данных, полученных из экспериментов с животными, ученые в ближайшем будущем смогут разработать действенную методику, которая позволит проводить успешные эксперименты по клонированию людей. Ну а в комменты напишите, если бы у вас была возможность что-то клонировать. Что бы вы клонировали? Возможно, себя или свою собаку, или кота. В общем, оставьте свое мнение в комментариях. Ну а если вам было интересно, то нажмите лайк под этим видео. Это важно для развития нашего канала. Также подписывайтесь и вырубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое термоядерное уже завтра. Спасибо за просмотр. А если у вас есть время, зацените несколько предыдущих выпусков.